Здравствуйте, друзья! Сегодня посчастливилось встретиться с человеком, который с 2014 года громит нациков и всех прочих негодяев, которые засели в Киеве. Алексей Журавка. И хотел бы задать ему несколько вопросов. Во-первых, Алексей недавно был в Херсоне. Алексей, как там обстановка? Ну, хочу сказать всем привет, удачи. Нахожусь в Симферополе, в Крыму. Ну, что можно сказать вам, дорогие мои друзья? Херсон освободился от оков самых настоящих фашистских, нацистских, благодаря Российской Федерации, благодаря народу России. За 8 лет впервые я приехал и возложил цветы. Низкий поклон. Кто помог освободить Херсон от этой коричневой чумы и беды? Конечно же, это трагедия. Какие мои впечатления? Сам Херсон когда-то был прекрасный, красивый, до 2014 года. Деньги вкладывались. Херсон развивался медленно, но уверенно. Ремонтировалась социальная инфраструктура, дороги и так далее. Но после 2014 года такое ощущение, как будто его каждый день бомбили. В прямом и приносном смысле. Деньги вымывались, в город деньги не вкладывались. Решались чисто насущные, обычные, простые, меркантильные вопросы. А чтобы вкладывали в его развитие и создавали новые рабочие места, и работали новые предприятия, строили заводы, фабрики и так далее. Этого не было. Видимость создавалась, что что-то делалось. Европейское чудо. А на самом деле пришло самое страшное. Рабство. Народ начал уезжать за рубеж. Как говорится, убирать клубнику и другое грязное дело делать. За копейки, как говорится, восстанавливали экономику Европы. А Херсон убивали. Ну еще какое страшное для меня. То, что я видел. Как для человека. Это когда города живые умирают, а города мертвых восстают. Кладбища растут, как грибы. Рождаемость упала. Детских садиков и роддому все становилось меньше и меньше. Это реформа. Страшная реформа для Херсона. Поэтому в данный момент с моим приездом, с новой властью, с поддержкой Российской Федерации и России самой. Я надеюсь, что Херсон возродится. И мы увидим детские улыбки, смех. Заводы увидим, фабрики там. И увидим оздоровление Херсона. Вот что я надеюсь, я там и вижу. В моем любимом городе. Ну и восстановим все памятники советскому солдату, героям Великой Отечественной войны, которые освободили нас от коричневой фашистской чумы. Я в это просто верю. Да. Алексей, вопрос, который витает в воздухе еще с 24 февраля. Что будет дальше? Дальше, хочу вам одно сказать, дорогие мои друзья. Как говорится, Зеленский продолжил страшную свою миссию. Он убивает Украину до конца. А вернее, его кураторы ведут, чтобы он разорвал плотчо, эту Украину. Россия не даст ее разорвать. Может быть, новая Украина. А может быть, новые определенные государства. Но они будут все вместе. С Россией. С Белоруссией. И та же новая Украина. Но это власти не будет. И если так дальше геополитической жизни будет происходить, когда кураторы на сегодняшний день командуют Зеленским, и вот тем всем отребием, поверьте мне, до самой Европы Россия дойдет. И Киевская Русь вернется. И Харьков вернется. И даже частично Западная Украина. Вот что будет. А потом будем тяжело, но уверенно восстанавливать все то, что разрушили эти негодяи, собственными руками. Ну а так вообще я предлагаю Зеленскому белый флаг во Грузии. Чтобы как-то остаться хотя бы живым. Потому что либо его прибьют свои кураторы, англосаксоны, американцы, ястребы войны. Либо, будем говорить, состоится над ним трибунал. У меня есть предложение, чтобы он по жизни носил, но остался живым. Владимир Александрович Зеленский. Вам этого я советую. И сохранить хотя бы в тех границах, пока у вас есть возможность, Украину. Вы уже потеряли Донбасс, Херсон потеряли. Я думаю, может и все потеряете. Поэтому рекомендую вам это сделать. И города останутся целее. И люди вам хотя бы напоследок скажут хоть за это спасибо. А так, я думаю, вы, Владимир Александрович, войдете в историю как самый кровавый и кровожадный президент Украины. А как вы думаете, если взглянуть шире, и учитывая все эти геополитические проблемы, которые сейчас в мире, судьба Европы и судьба США, какова? Давайте будем так говорить. Америка за океаном. А пострадает большую часть Европы. Сегодня Европа – это как очередная жертва, как и Украина. Но это все против настраиваться России. Надо ослабить Россию. Если вы хотите на перспективу меня спросить, что же будет дальше? Россия выиграет. Или мы вспомним, как Владимир Владимирович сказал по поводу того, что если России не будет, то что же будет дальше? Да без России мира не будет. И земного шарика не будет. Без России жизни не будет. Вот такое же самое мнение. Мое. Потому что везде закон весов должен работать. А если одной чаши нет, не будет и другой чаши. И мы это видим, как быстро друг друга пожирают вот эти вот англосаксоны и всякое отребие, которое строят фашистское, националистическое отребие и так далее. Ведь у них метод, пожирание. Вот и все. И если на сегодняшний день представить, что не будет России и не будет Китая, поверьте мне, Америка сама себя сожрет от своей жадности. Вот что и в конечном итоге произойдет. Поэтому их надо как-то останавливать. Чем и занимается всегда исторически, будем говорить так, Россия, славянский мир, цари и так далее. Эта история показывает. То есть ничего нового не происходит. Мы лишь на очередном историческом витке с гаджетами, со смартфонами наблюдаем все то, что происходило веками до этого. Бумаги меньше стало, а как говорится, смартфоны, потом компьютера и, будем говорить, электронные ручки. Благодарю, Алексей. Пожалуйста.